Уважаемые коллеги, сегодня речь пойдет о немногочисленной, но достаточно гетерогенной группе заболеваний, это редкие типы ракомолочной железы. И вот возникает достаточно большое количество вопросов, потому что биологические характеристики совершенно иногда не соответствуют клиническому течению данных процессов. Ну и вот можно выделить редкие формы с хорошим промежуточным прогнозом и с плохим прогнозом. Это, конечно, достаточно условно, потому что в каждой из этих групп могут быть действительно больные с хорошим прогнозом, так и с плохим прогнозом. Какие проблемы существуют? Ну, проблемы с тем, что это малочисленная группа, естественно, нет рандомизированных исследований, и те данные, которые мы получаем у диагностики лечения, в основном исходят из небольших исследований малочисленных, либо из отдельных клинических случаев. Так дольковый рак молочной железы. Несмотря на то, что мы встречаемся, в общем-то, нередко, по сравнению с протоковым, конечно, встречается редко данное заболевание. Итак, каковы характеристики данной опухоли? Ну, во-первых, морфологически мы можем как классический вариант видеть, так и плеамортный. Вариант плеамортный – это наиболее агрессивный вариант долькового рака. Очень часто здесь превалируют рецепторы положительные и хер-негативные опухоли, хотя при плеамортном варианте могут быть и хер-позитивные в 30% случаев. Тут имеются морфологические, анатомические особенности роста, и в результате мы зачастую на начальных стадиях развития не видим четкой картины. В частности, маммографическое исследование иногда на ранних стадиях рентген-негативное, и только через какое-то время начинают появляться признаки ракомолочной железы, иногда неопределенные. Точно так же при УЗИ зачастую мы должны дифференцировать с каким-то доброкачественным процессом, в частности с маститом. То есть ранняя диагностика этой опухоли, она, в общем-то, затруднена. Есть и особенности в отношении метастазирования этого процесса. Очень часто мы встречаемся с метастазами в желудок, что коренным образом отличается от протокового рака. Причем вот если мы видим изменения в желудке, в любом случае в 97% ситуации это являются метастазы долькового рака. Клинически достаточно сложно заподозрить опухоль, так как нет специфической клинической, лучевой, эндоскопической картины этого образования. Но есть особенности локализации. Это средняя и верхняя треть желудка, это подслизистые и серьезно-мышечные слои. Каковы же варианты лечения? Если это ранние формы, то возможно и проведение органосохраняющего лечения. Единственное, что частота рецидивов после них достаточно высока, потому что нет возможности определить истинные границы опухоли. Что касается лучевой терапии и системного лечения, то мало чем отличается от неспецифицированного рака. Единственное, что при люминальном БХР-негативном раке категория Н0,1 предпочтение отдается гормонной терапии. То есть в том случае, если мы при протоковом раке даем химиотерапию, здесь лучше давать гормоны терапии. Если у нас есть метастазы в желудок, тут тоже есть свои особенности. На первом месте все-таки лучше проводить гормонную терапию, потому что по эффективности она не хуже, чем химиотерапия. Тут могут быть и тамоксифен, и ингибиторы ароматазы. Что касается хирургического лечения, то если есть осложнения, то лечение не улучшает показатели выживаемости, а вот при одиночных очагах, в общем-то, можно улучшить показатели выживаемости. Что касается общей выживаемости, мало чем отличается от неспецифицированного рака. Рака, однако, все-таки по частоте местных рецидивов придольковым ракам все-таки больше, особенно если речь идет об органно-сохраняющем лечении. Метапластический рак молочной железы – достаточно агрессивное заболевание по сравнению с другими формами, редкими формами, да и по сравнению с неспецифицированным раком в том числе. Существует несколько патоморфологических подтипов данной опухоли. Это достаточно важно, потому что эти морфологические типы влияют на тактику системного лечения. Поэтому, конечно, нужно дифференцировать их совершенно четко при морфологическом исследовании. В основном это низкокалудиновые или базально подобные подтипы, то есть трижды негативные в основном подтипы рака молочной железы. Очень часто мутации ТП-53 и ПИК-3 съедут. Это также очень важно, так как влияет на тактику лечения. Кроме того, качество тайк-экспрессии ПДР-1. Очень часто дегностируются достаточно большие опухоли при первичной диагностике. Поражение региональных лимфатических узлов не столь часто, как при неспецифицированном раке молочной железы. Тут в основном мы выявляем отдаленные метастазы, которые встречаются достаточно часто. Если говорить о показателях выживаемости, вы видите из графика, что показатели выживаемости достоверно ниже при метапластической форме рака молочной железы по сравнению с неспецифическими формами. Лучевая диагностика тут тоже может быть затруднена, потому что вот такой специфической картины нет. Иногда напоминает доброкачественный процесс, четкие ровные контуры. Однако, если мы делаем УЗИ, тут могут быть и кистозные полости, которые характеризуют некроз ткани молочной железы. Какова тактика лечения? Основным, учитывая малую чувствительность к химиотерапии, является хирургический метод лечения. Часто применяется мастерптомия, но, возможно, и в некоторых ситуациях применять и органосохраняющие лечения, которые не ухудшают прогноз. То, что касается биопсии сигнальных лимфатических узлов, она тут может применяться, потому что поражение лимфоузлов достаточно редкая ситуация. Что касается эффективности химиотерапии, в частности, адеватной химиотерапии, если взять на круг все формы морфологически метапластического рака, то химиотерапия улучшает, в принципе, показатели выживаемости, за исключением трижды негативных форм метапластического рака. То есть проводим, не проводим химиотерапию, показатели выживаемости не улучшаются. Ну, здесь на слайде представлены препараты, которые применяются в качестве адеватного и неадеватного лечения. Это и антрациклины, и токсаны. И надо сказать, что если мы применяем в неадеватном режиме, то частота полных клинических регрессов достигает лишь 10%, и это в лучшем случае. И здесь имеет влияние биологический подтип, но и здесь тоже отличается прогноз от неспецифицированного рака молочной железы. Ну, в частности, эффект достаточно хороший при хирпозитивных опухолях, и он сравним с неспецифицированным раком. А вот то, что касается трижды негативного рака, показатели значительно достоверно хуже. То же самое касается и рецептор позитивных опухолей. Они сравнимы с трижды негативным раком молочной железы. И, учитывая то, что существует целый ряд мутаций при данном новообразовании, здесь можно применять такие препараты, как биоцумаб, доксорубицин, в комбинации с МТОР ингибиторами. Как показали первые исследования, частота объективных ответов достигает 21%. Хотя исследование достаточно малочисленное, но, тем не менее, показатели выживаемости достаточно хорошие. Ну и, в частности, при применении комбинации доксорубицин, биоцумаб и МТОР ингибиторов эффективность лечения даже лучше, чем при классическом трижды негативном раке молочной железы. Кроме того, можно применять и иммунотерапию, особенно в том случае, когда мы достигли уже стадии резистентности при метастатическом раке. В частности, вот исследование здесь применялось комбинации полимап и неолюмап. В среднем после двух линий, предшествующей химиотерапии, при резистентном процессе. И видите, что частота объективных ответов достигла 18%, причем наибольший эффект был достигнут при веретиноклеточной опухоли, в том числе с хрящевой дифференцировкой. Ну вот здесь перечислены те комбинации, которые под данным ряда исследований действительно эффективны при метапластическом раке молочной железы. То есть, видите, тут и химиотерапия, таргетная терапия, и иммунотерапия. То есть, в каких-то случаях особых вот эти методы лечения, они достаточно эффективны. Что касается лучевой терапии, то здесь прогноз не зависит от биологического подтипа. Она эффективна, особенно эффективна при категории Т3-4. Однако, меньший эффект при небольших новообразованиях в объеме Т1-2. Ну вот здесь есть рекомендации по лечению метапластического рака и молочной железы. Понятно, что оно соответствует клиническим рекомендациям, но все-таки есть определенные особенности. И учитывая то, что низкая чувствительность химиотерапии, конечно, на первом месте тут стоит хирургическое лечение. Гормонотерапия даже при рецептах в позитивных опухолях, она, в общем-то, неэффективна, и эффект достигается только в единичных случаях, херпозитивные опухоли хорошо отвечают на таргетную терапию. А вот такие формы, как аденоплоскоклеточный рак, низкой степени злокачественности, фиброматозоподобный метапластический рак, они имеют достаточно торпедное течение и в некоторых случаях достаточно хирургического лечения, и можно вообще отказаться от системного лечения. Но понятно, что при нерезектабельном, статических формах рака, мы должны основываться не только на биологии опухоли, но и обязательно на ее морфологии. Микропопиллярный рак молочной железы тоже встречается достаточно редко, примерно в 70% случаев. Это рецептор позитивные опухоли, могут быть и херпозитивные опухоли. Мутации Пи-53 тоже достаточно часто. Вот так выглядит морфологическая структура данной опухоли, это, как правило, очаги, которые как бы находятся между ними, какое-то пустое пространство. Очень высокая частота поражения подмышленных лимфатических узлов, практически 85% достигает. Очень часто это мультифокальный процесс и точно так же, как и при дольковом раке, здесь атипичная локализация отдаленных метастазов. Нетипичная картина маммографическая. При УЗИ нередко сочетается с микрокальцинацией. При УЗИ, как правило, это гипохагенные очаги, иногда без акуистической тени. Лечение. Ну, здесь и хирургическая лучевая терапия не отличается от неспецифицированного рака. Ну, и ввиду частого поражения региональной озоны, достаточно редко выполняется биопсия сигнами лимфатических узлов. Что касается показателей общей выживаемости, то, в принципе, они либо схожи, либо несколько хуже, чем выживаемость при неспецифицированном раке молочной железы. Тубулярный рак – это высокодифференцированная опухоль, активная хирург, негативная, КИ-67, как правило, не превышает 10%. Редко поражение региональных лимфатических узлов. При морфологическом исследовании обязательно обнаружение тубулярных структур. Маммографически нет какой-то специфической картины. Могут быть микрокальцинаты. По данным УЗИ тоже гипоэхогенные очаги могут быть. В большинстве случаев все-таки, ну, почти в 100% случаев, применяется органосохраняющая операция в комбинации с лучевой терапией. В некоторых случаях тут можно избежать даже гормонотерапии в адевантном режиме, особенно при рецептор позитивных опухолях менее 3 сантиметров. И прогноз у этих опухолей достаточно благоприятный. Следующий – это муцинозный рак. Это 1,4% всех карцином. Характеризуется наличием кластеров униформных клеток, расположенных в большом количестве вне-кветочного муцина. Вот так выглядят морфологически. Очень часто это рецепторы позитивные опухоли, хернегативные. Отдаленные метастазы, достаточно редкое поражение оригинальных лимфатических узлов, тоже редкая ситуация. Иногда напоминают графический доброкачественный процесс, то есть четкие ровные контуры достаточно. Иногда бывает трудно дифференцировать каких-то доброкачественных процессов. Основное метод лечения – это хирургические. Очень часто он означает адевантную гормонотерапию, а при небольших образованиях менее 3 сантиметров можно обойтись даже без гормонотерапии. Химиотерапия показана при метастатическом процессе. Показатели выживаемости достаточно хорошие и лучше, чем при неспецифицированных формах. Инвазивный неспецифицированный рак с медулярной дифференцировкой тоже редкая опухоли. Для медулярного рака характерно наличие низкодифференцированных клеток с высокой методической активностью, без железистых структур, скудной стромой и выраженной лимфоплазминстарной интелитрацией. Вот так выглядит морфологически. В основном преобладают трижды негативные формы. Поражение лимфатических узлов тоже редкая ситуация. Нередко выявляются мутации гена Берси-1, ТП-53. С точки зрения диагностики здесь также может напоминать доброкачественный процесс, четкие ровные контуры, гипоэкогенные очаги. Часто применяется органосохраняющая операция. Системная лучевая терапия в соответствии с клиническими рекомендациями, принятыми для неспецифицированной ракомолочной железы. По показателям выживаемости, несмотря на то, что это трижды негативный опухоль, базально подобный, но тем не менее показатели выживаемости достаточно благоприятные. Секреторный ракомолочной железы. Частота очень небольшая, видите, всего 0,15% отличными орфологическими характеристиками являются внутриклеточная, внеклеточная секреция и зернистый изнофильный ацетопазм в опухоли у клеток. Очень часто эта опухоль встречается в молодом возрасте. В основном здесь трижды негативные по типу ракомолочной железы, хотя могут быть и рецепторы позитивные, и хирпозитивные. Характерный признак – это наличие транслокации НТРК-3. КИ-67, как правило, не более 10% поражения лимфатических слов достаточно редкая ситуация, особенно в молодом возрасте. А вот у мужчин, видите, практически 45% случаев. Картина лучевая не специфическая, это могут быть узлы высокой плотности и изредка сопровождающиеся микрокальцинации. Также по УЗИ достаточно сложно дифференцировать опухоль, ошибки достигают 22% случаев. Лечение основное – это также хирургическое лечение, причем если речь идет о детях, лучше всего выполнять мастектомию, потому что если мы сохраняем железу, требуется лучевая терапия, а лучевая терапия у них распровождается осложнением и затем индуцированными опухолями. Что касается системного лечения, то, в общем-то, вот такой доказательной базы эффективности химиотерапии, гормонотерапии нет. Единственное, что доказана эффективность – таргетная терапия ТРК-ингибиторами при распространенной форме. Прогноз достаточно хороший, за исключением взрослых. У них все-таки несколько хуже прогноз. Нейроэндокринные опухоли, частота менее 1%, часто это рецепторы позитивные, херонегативные опухоли. При низкодифференцированных часто поражении региональных лимфатических узлов. Здесь достаточно большая классификация, которую можно объединить в нейроэндокринное образование молочной железы. Главное, чтобы была нейроэндокринная дифференцировка. И необходимо, конечно, отличать от метастазов нейроэндокринных опухолей молочную железу. Для диагностики необходимо подтверждение экспрессии нейроэндокринных маркеров, хромогранина, синаптофизина. Тут, конечно, удобнее разделять на три группы. Это высокодифференцированные, низкодифференцированные и рак молочной железы с нейроэндокринной дифференцировкой. Это важно для определения тактики лечения. Лучевая картина также может быть нетипичной, иногда напоминать доброкачественные процессы, четкие ровные контуры, хотя иногда могут быть даже некрозом. Но что касается лечения, основное, конечно, является хирургическим методом лечения. Если речь идет о системном лечении, нужно, конечно, обязательно морфологическое подтверждение диагноза и типа нейроэндокринной опухоли. Если это высокодифференцированное, то стандартное достаточно лечение. Если это низкодифференцированное, то схема лечения мелкоквязочного рака легкого. При метастатическом форме здесь применяются ингибиторы Вежефер и МТОР-ингибиторы с экземистаном и ингибиторы ПИТК и так далее. Итак, показатели безрецидивной выживаемости, они в принципе в общем-то сравнимы с неспецифицированным раком молочной железы. Однако, если речь идет, допустим, о низкодифференцированном гистотипе, они в общем достаточно плохи бывают. Апокринный рак молочной железы, в данном случае более 90% опухоли, составляют клетки с признаками апокринизации. Если это истинный апокринный рак, это рецептор эстаген, прогестированный рецепт негативной опухоли, а вот андергеновые рецепторы, они позитивные, в том числе может быть и хирпозитивный статус. Прогноз мало отличается от неспецифицированного рака. Что касается лучевой картины, она не специфична, то есть напоминает обычный протоковый рак. Иногда сложно бывает дифференцировать по данным УЗИ. И, как правило, применяются стандарты лечения протокового рака, однако иногда может быть не соответствует. Допустим, мы встречаемся с трижды негативными формами рака, а их 67, допустим, 10%. И в таких ситуациях можно даже избежать адъюнотного системного лечения. И последнее. Это аденокистозный рак молочной железы. В основном это трижды негативные опухоли. С морфологической точки зрения данный вид представлен эпителиальными клетками выявляются струбулярные и калиброзные структуры. В региональном лимфатическом узе метастазировать достаточно редко. Отдаленные метастазы тоже достаточно редки. Нет специфической какой-то картины, просто напоминает обычный классический рак молочной железы. Это гипохогенные такие вот участки по данным УЗИ. Основным видом лечения является хирургическое вмешательство. И в принципе, в том случае, если нет поражения региональных лимфатических узлов, можно даже отказаться, если опухоль небольших размеров, можно отказаться даже от адевантной химиотерапии. Однако в том случае, если это опухоль более 3 см высокой степени злокачественности, тогда может быть рассмотрен вопрос о назначении адевантной химиотерапии. Гормонотерапия применяется крайне редко, так как в основном это все-таки трижды негативные опухоли. Показатели выживаемости, в общем-то, тут достаточно высокие, несмотря на то, что это трижды негативный потеп. И в заключение, те, что биологические характеристики этих специфических форм, редких, они могут не соответствовать клиническому течению прогноза. Пока что нет вот таких четких рекомендаций по лечению таких форм рака молочной железы. И при планировании, конечно, необходимо учитывать стадию иммуногистохимии, но очень важны, конечно, гистологические характеристики опухоли. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова